Вы уже слышите в своем эфире Елену Шмулевич. Это особое мнение. Как вы уже поняли, Елена сегодня вместе с нами. Меня зовут Юлия Афанасьева. Я напомню, как можно с нами связаться. Это вопросы на сайте eho.kirova.ru. Раздел анонс. Вы можете писать в ходе эфира, либо писать мне в Твиттер. Лена, как же тебя правильно представить? А Юль, можно не представлять. Я же представила, но такую паузу сделала после слова «связаться». Что у слушателей должно возникнуть стойкое ощущение, что связываться с нами не надо. Мы с тобой. Так. Ну, в общем, все тебя знают. Ты ведущая новостей на канале «Рынкиров» и главный редактор информационно-аналитических программ. Хорошо. Осталось мало. Я пыталась понизить тебя в должность. Я прошу прощения. Не прошло. Олен, вот сегодня Валерий Владыкин избран главой города Кирова. Знаешь ли ты его и как ты оцениваешь его кандидатуру, его перспективы на этом посту? Я его не знаю. И я не знаю, знает ли его кто-нибудь. Ну, кроме там близких друзей, семьи. Мне показалось, я пару раз где-то сталкивалась. Я боюсь здесь быть субъективной, да, но я просто говорю, что есть. У меня ощущение, что это очень закрытый человек, и что там внутри, и есть ли там что-то внутри. Мне не очень понятно, честно говоря, пока. А как ты считаешь, он будет, он технический такой глава города? Да, конечно, он технический глава города, к сожалению. Сейчас очень активно обсуждается вариант, что должность главы города вообще уберут, и останется только должность главы администрации города, наемного менеджера. А как ты считаешь, это для города будет хорошо? Я не думаю, что это для города хорошо или плохо. Ну, если говорить об экономии, там просто финансовой, да, на зарплате, она не маленькая, ну, в общем, по общим меркам, скажем так. Ну, и я не думаю, что она, с другой стороны, какой-то вот прям вклад в бюджет внесут эти там, не знаю, 3 миллиона, сколько он получает в год. Ну, наверное, на них тоже можно что-то сделать. Что касается неразделения ответственности, я очень за. То есть вот отвечать за все должен один человек, желательно тот, кого выбирали. Да, тот, кого выбирали люди, а не тот, кого выбрали 36 депутатов, там, как-то по своим каким-то причинам посовещавшись. Ну, вот. Но я не очень понимаю, как упразднить должность, потому что можно как раз упразднить должность главы администрации, потому что это должность исполнительной власти. А вот как упразднить должность главы, это не совсем должность. То есть это ведь статусная совершенно позиция, которая вытекает из того, что его выбрали депутаты городской думы, главой городской думы. И вот он параллельно еще мэр. Но с другой стороны, если мы вспомним, кто там у нас был до Быкова, кто у нас был? Это было так давно. Да, было так давно. До Быкова у нас был, если я... Нет, 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 все правильно помню, был Геннадий Иванович Плехов или он был главой администрации? Да, он был главой администрации, он не был главой. А главой городской думы, насколько я помню, был Никулин. И он не нес никакой там деловой нагрузки на себе, я бы сказала. То есть он был чисто политической какой-то фигурой внутри городской думы, которая как раз принимает, собственно говоря, какие-то решения на законотворческом уровне. Ну, по крайней мере, да, до Владимира Быкова я тоже не помню, чтобы у нас в городе было два начальника. Всегда был кто-то один. Мне кажется, что Владимир Быков, он успешно совместил эти должности. И главой администрации, и главой города? Да, да, да. А что вообще как раз не его, так сказать, стезя вот всем этим хозяйством заниматься? Не его стезя всем этим хозяйством заниматься в смысле городским хозяйством? Да, в смысле, скажем так, мне кажется, что вот именно, если раскрывать должность, да, там, ну, главы городской думы, ну, твоя задача там законотворческая деятельность, в какой-то степени контроль за исполнительной властью, да, ну, я думаю, что Владимир Васильевич просто вот, это вот история про не место красить человека, да. Ты думаешь, что он эти все полномочия, ну, как бы, так скажем, подгреб под себя? Да, конечно, да. И я считаю, что это комплимент скорее ему, чем, ну, а что, нет? Нет, ну, вот до этого мы ведь не видели, чтобы, так сказать, за все отвечал, или там глава администрации, управлял глава городской думы, сидел себе тихо, никто про него особо и не слышал, ну. Ну, я думаю, что Владимир Васильевич, может быть, не один это делал, возможно, ему помогали. Да, вообще, заинтересованный круг лиц, ну, мне кажется, что он был эффективен в этом качестве, скажем так. Так, а давай про это подробнее. Эффективен в качестве городского управленца? Ну, нет, в качестве человека, который, скажем так, в качестве человека, который стал вообще главой. Ну, вот он так реально как-то вот сколько-то стал. Ну, не сразу, прям скажем, не сразу. Да, вот не все эти годы он был вот таким, прям, по ощущениям самостоятельным, но тем не менее. А если оценивать его как главу? Вот он 10 лет пробыл у власти, как бы ты оценила итоги его работы? А что оценивать ее? Ну, как вот, он же, когда прощался и говорил напутственное слово, он помянул строительство 19 детских садов, благоустройство парков. А Промахов сказал, что, ну, у всех есть промахи. Ну, ничего, город живет. Ну, понимаешь, ну, вот я не знаю, что ты хочешь услышать сейчас, да, но мы все там ездим по городу, мы ходим по городу. Я таких плохих дорог, например, там, ну, не помню, прям, прям скажу. То есть вот на в тысячу раз меньшие деньги дороги умудрялись как-то содержать в каком-то приемлемом виде. Я не знаю, Быков ли в этом виноват или не Быков. То, что он этого там, условно говоря, не сделал, это точно. Опять же, вот оценка здесь, это тысячу раз переговорено, и я не знаю, что можно сказать, чего бы мы еще не слышали или не говорили, да. Я считаю, что оценивать работу главы города нужно тогда, когда он работает. Мне очень не нравятся вот эти вот постскриптумы, когда человек ушел из власти, и все начинают там, да, одного закрыли, другого сняли, третьего сместили, четвертого переизбрали. И мы начинаем вдруг сихором говорить о том, до чего же он был нехорош. Ну, вот, мне так кажется, что надо оценивать человека, когда он работает. Давай, вот, эта оценка, она должна быть конструктивной. При том, что я не приемлю там обвинений к нам, журналистам, я объединю здесь с тобой, по поводу того, что вот мы несем негатив какое-то все время, да, вот мы, ну, то есть если мы рассказывали, что что-то плохо, да, это как бы мы виноваты прям сразу стали. То есть пока мы об этом не поговорили, видимо, все было хорошо. Я всегда объясняю, что мы как доктора. Ну, то есть мы не вскрываем то, что хорошо, мы вскрываем там, где вот наболело, да. Но в этой ситуации я считаю, что все-таки любая критика, она должна быть конструктивной. Потому что если она не конструктивна, то это наезд. Так вот, критика может быть конструктивной, пока человек работает. Вот сейчас, если я буду говорить то, что я думаю, это будет наезд. Его там уже нет. А чего молчали? Ну, вот. А ты думаешь, что молчали? Вот я все эти 10 лет слышала, что там Владимиру Васильевичу упоминали и дороги, и парки, и пресловутую землю в парке Победы, и пресловутое колесо обозрения. Упоминали там пара общественников, я бы сказала. А хорошо, кто должен был ему об этом сказать? Должны было бы выйти 10 тысяч человек на театралку? Ну, в общем, да. Ты понимаешь, есть вещи, которые мы не можем сделать за людей. Вот тебе плохо живется? Ну, вот, просто положа руку на сердце. Ты сейчас скажешь, что если тебе живется и не плохо, а наоборот, скорее, хорошо, то это заслуга там не Владимира Васильевича Быкова, а твоя собственная, твоей семьи и так далее. Юля. Так вот, так должно быть у всех. И если мы живем плохо, то это тоже там проблема не какого-то отдельно взятого человека. Ну, вот условно говоря, да, он должен выполнять свою работу. Вот он получает там какие-то деньги за свою работу, и вот он ее должен выполнять. Я ни разу даже не смогла добиться функционала. Мы это, кстати, со Светой Заньком много обсуждали. У нас нет вот этих вот обязанностей, мы даже не знаем, что с него спрашивать. И уж точно не я должна с него спросить. Не я и не ты. Есть на это люди, которые его выбирали, то есть депутаты городской думы. Ну, вот он же у нас нет. А они вот этой городской думы и с него не спрашивали? Думаю, что нет. Думаю, их им все устраивает. Ну, вот я неплохо все представляю. Я была пару раз на городской думе, то я думаю, что тоже. Это вот, ну, мне напоминало... Третий класс, вторая четверть. Да, то есть, они говорят... Кто сегодня выучил уроки? Да-да-да, я тебе больше скажу, у них даже вот этот вот список тем, да, вот этот, он у них там за номером. То есть там ничего не раскрывается, никто не обсуждает никакие вопросы на доме. Просто встает человек, глава комитета и говорит, Комитет, я рекомендую принять. Все, все приняли. Вот, ну, там Владимир Васильевич еще порядок навел. Там абсолютная дисциплина была, как на плацу. И, ну, в общем, я не видела... Ну, я, вот сейчас, да, мне вот там, как бы сказать, что я, может быть... И да, я не все видела. Я была там несколько раз. Но вот то, что я видела, выглядело вот так. Никто не обсуждал никакие законы. Вообще, видимо, гордума это не место для дискуссий. Просто встала глава комитета, бурчал себе под нос, что комитет рекомендует. И все дружно прям вот поднимали руки. Правда. Лен, я предлагаю на этом прерваться, потому что нам нужно сделать перерыв. Я напомню, что это особое мнение Елены Шмулевич. Сейчас мы уйдем на перерыв и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Виктория Афанасьева. Напротив меня все так же находится Елена Шмулевич. У нас сегодня какой-то потрясающий веселый эфир. Я напомню, что Лена главный редактор канала «Ранкиров». Главный редактор информационно-аналитических программ канала «Ранкиров». Лена, давай все-таки про Владимира Васильевича еще немножко продолжим. У него сейчас есть перспектива стать спикером. И я так думаю, что завтра он им благополучно станет. Вот как ты оцениваешься для него? Это повышение или понижение? Ну, формально я думаю, что это, конечно, повышение, поскольку должность спикера ЗАГС Собрания, она такая, типа там, второй-третий человек в области. А неформально? А неформально, если бы на месте главы города не оставался господин Владыкин, то в этом случае неформально, я думаю, что он бы много терял, я имею в виду, Владимир Васильевич. А поскольку там остается человек, который вряд ли имеет какой-то вот, ну... Вес? Более, кладеется, я не знаю. Ну, в общем, он не производит впечатление... Давайте так, на меня лично, лично на меня, он не производит впечатление человека, способного на какие-то решительные, самостоятельные поступки. Хорошо, если я ошибаюсь, если это изменится, но что-то мне подсказывает, что вот... И в этом случае Владимир Васильевич будет благополучно управлять тем, чем он раньше управлял, но еще и получит новый пост. И уже что он из этого сделает, ну, там, будет зависеть от него. И надо сказать, что статус... Статус председателя ОЗС, он несколько померк в последнее время. И опять же, это ситуация, когда не место красит человека, а человек местом. И в этой связи я могу сказать, что вот самым ярким был Стрельников, если ты его помнишь, да, а ты уже не помнишь. Вот, но он прям реально заставлял с собой считаться. Это очень человек такой, имевший серьезный вес. И едва ли не, так сказать, ну... Это был чуть серьезный противовес исполнительной власти. То есть там никакие такие вот... Просто так решения не проводились через ЗАГС Собрания. Судя по тому, как вот Владимир Васильевич построил город, может быть, и вполне способен и тут что-то построить. Ну, хотя не знаю, здесь немножко другие люди. Вот надо понимать, что здесь уже не учителя с врачами. А ты сказала, что Быков будет управлять всем тем, чем управлял раньше, и дополнительно будет председателем ОЗС. То есть ты считаешь, что город, он не отпустит из сферы своего влияния? Ну, если городом будет командовать человек, который ему подчинен был раньше долго, это такая штука, которая медленно проходит. Вот, ну, не знаю, думаю, что это возможно вполне себе. Ну, скажем так, не управлять, прямо управлять, но какое-то влияние, конечно, да. Ты знаешь, вот на тему того, что ОЗС сейчас не учителя с врачами, как в городской думе, нужно же еще вспомнить про ВРИО, который также военный, который, наверное, тоже там построит свою вертикаль. То есть при Васильеве вообще возможно быть сколько-нибудь самостоятельной фигурой? Даже если ты спикер ОЗС? Я думаю, при ком угодно можно быть самостоятельной фигурой, конечно. Ну, требует определенной ловкости, хитрости ума, умения, опыта и так далее. Ну, наверное, да, почему нет? И у Быкова все это есть, о чем ты выше сказала? Я не знаю, я не так близко знаю Быкова, чтобы там, да, вот, кстати, к оценке. Вот у тебя есть какая-то оценка его направления, как ты говоришь? Ну, вот знаешь, если коротко и тезисно, вот у меня впечатление о 10 годах его правления, это разбитые дороги, это смесенные ларьки, это общественные скандалы с парками, это точечная застройка, громкие судебные дела, и по личному моему мнению, такое общее ощущение какой-то социальной несправедливости. Как будто вот нас всех развели, скажем так. Да, я поняла. Это близко к ощущению, я думаю, что большинства людей на самом деле. И вот я хочу сказать в этой связи, что мне здесь не очень нравятся позиции каких-то надзорных органов. Вот, например, у меня полная... Это федеральных надзорных органов. Вот прокуратура мышей не ловит. Ну, что это за история с парком Победы? Что это за такая странная история? Кстати, вчера апелляционный суд стал на сторону администрации города Кирова. Давай так, суды у нас принимают решения, которые хоть как-то стыкуются с законом. Ну, там можно сколько угодно говорить о, не знаю, коррумпированности судов. Никто это ни разу не доказал. И да, можно подозревать, что административное давление существует, да, и что оно работает, и так далее, и так далее. Но ни один судья не примет решения, которые вот не позволено ему принять законом. Допустить, что в прокуратуре юристы хуже, чем у город администрации, я не могу. То есть, да, вот если говорить о борьбе юристов в таких ситуациях, то, ну, по определению в прокуратуре не могу. Значит, прокуратура не хочет выиграть это дело. Вот у меня такое чувство. Потому что, на самом деле, почему все крутится вокруг какого-то участка земли, который то ли он принадлежал к парку, к территории парка, то ли он относится к парковой зоне, то ли он не относится к парковой зоне, то ли он не относится к парковой зоне. Это вообще не имеет никакого значения. Кстати сказать, вот опять же история про то, что я немало сделала для сохранения этого парка. И в какой-то момент я понимаю, что, ну, а почему вот, почему я, да, возможно, там есть какая-то мутная история, возможно, люди хотят заработать на этом куске земли. Почему я должна им мешать, если всем остальным, которые там гуляют, это фиолетово. Вот я не могу за них решать эти проблемы, на самом-то деле, по большому счету. И не должна, наверное. Что касается вот этого участка земли, ну, продайте его. Но это деньги в бюджет, если на сегодняшний день строители говорят, что этот участок стоит 200 миллионов, а я переспрашиваю их и говорю, а вот вы купите его за 200 миллионов сегодня? Они говорят, да, купим. А его продали, я напомню, за 338 тысяч. В этом случае у прокуратуры, да у кого угодно, должен возникнуть вопрос, а почему у нас законы так устроены, что они позволяют арендатору этой земли продать ее за 330 тысяч, при условии, что она стоит там вот. Да, он имеет приоритетное право выкупа, но, наверное, это приоритетное право выкупа должно наступать в какой-то все равно борьбе, если никто не претендует за большую цифру, ну, или, по крайней мере, за существенно большую цифру выкупить эту землю. И если такой закон принят, а я отпускаю, что он принят, и что здесь реально все законно сделано, то ведь его кто-то принимал. Городская дума надо думать. Во главе с теми, кто сегодня эту всю историю-то мутит-то. У меня лично возникает в памяти дело Олега Перезина, который, прости господи, провел два года в СИЗО за то, что купил акции, по мнению суда, слишком дешево. Он слишком дешево купил акции, и он из-за этого провел два года в СИЗО. При условии, что там не было покупателей других вообще. Да, а кусок земли в центре города продали за 338 тысяч, но всех все устраивает, по большому счету, все законно, никого не судят за то, что слишком дешево как-то купили, слишком дешево продали. Ну, продолжи мысль. Кому вопрос-то у тебя? Это такое некое дополнение, да, мыслимый слух. У меня опять же возникает ощущение, ну, что нас кто-то явно обманул. Но так как суд стал на сторону администрации города Кирова, видимо, суд так не считает. И еще раз повторю, суд исходит из каких-то пунктов закона, которые, судя по всему, позволяют эти вещи делать. Почему у нас такие законы? Вопрос к депутатам городской думы и к главе. Почему у нас люди могут принять для себя закон, да, то есть вот там, я уже делаю репортаж, не буду там напоминать, не так давно человек пожаловался и говорит, я жалуюсь на то, что у меня там нарушены все нормы по отношению к моему дому, там пристроили дом, просто встык. Мы начинаем выяснять, а прокуратура ему отвечает, что это сделано законно, потому что на тот момент в закон были внесены изменения временные, которые позволили это сделать. А изменения внес человек, который строил. Все. И вот здесь так же происходит. Ну, ребята, давайте что-то смотреть с нашей законодательной базой, там, кто-то ее должен как-то проверять. Почему прокуратура не возникает вопросов, почему у нас только временно под что-то меняются законы, ну, например. У нас вообще такое чувство, что им нужно предписание не то, что им сообщить, что кто-то нарушает там как-то закон или есть подозрения. Кажется, они пока письменно не получат вообще, ну, да, или там, а лучше всего решение обосманного суда. С этого момента уже к человеку можно предъявлять претензии вообще по всем пунктам. А до этого никак. Мне кажется, у нас выше органы власти и правосудия. Своей подозванный суд. Лен, очень широко сейчас обсуждается вопрос среди экспертов, будет ли наш вред активно вмешиваться в дела города. Как ты считаешь? А ты как считаешь? Чё особое мнение? Моё особое мнение. Ну, смотри. Я думаю, что на самом деле, если ты помнишь, если ты была на представлении Бабича, когда он представлял Васильева, Бабич несколько раз повторил одну и ту же вещь, и по моему ощущению, был абсолютно искренний. Он сказал, что задача Васильева – поднять авторитет власти в области, который вот, типа, пошатнулся. Типа, до этого он был очень всё хорошо, потом пошатнулся, теперь надо обратно поднять. Так вот, я думаю, что Васильев будет, правда, это делать. Вот, а все остальные могут заниматься хозяйственными делами там, чем-то ещё, политикой, интригами, экономическими интригами, политическими интригами и так далее. А он, правда, будет заниматься тем, чтобы поднимать престиж власти. И если, скажем так, вмешательство в дела города будет повышать этот имидж власти, улучшать его, то я думаю, что он будет вмешиваться. Но ведь, по большому счёту, если вспоминать Быкова времён главы города и вспоминать Белых времён его губернаторства, они же очень долго не могли друг с другом договориться, но в сознании жителей все проблемы города Кирова, эти же самые плохие дороги, эта же самая нехватка мест в садиках, они в этом во всём обвиняли не только Быкова, но и губернатора, потому что главный человек в регионе – вот он. И не интересует, что вот это финансируется из этого бюджета? Никого это не интересует. Ну, смотри, да. Но это имиджевые потери, по большому счёту. Ты хочешь намекнуть Васильеву, что надо обязательно вмешиваться в дела города. Я с тобой совершенно согласна. Я думаю, что в Рио хватит советников и компетенций, чтобы самому принять это решение, но лично мне кажется, что по имиджу главы региона проблемы конкретно города Кирова тоже сильно бьют. Возможно, поэтому сейчас остался Владыки на хозяйстве, например. Да, его Синебыковы будут им управлять. Почему нет? Вот такие конфигурации мы строим с Еленой Шмулевич. Сейчас мы снова уходим на рекламу. Очень скоро вернёмся, я напомню, это особое мнение. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это особое мнение Елены Шмулевич. В первой части программы мы попытались оценить деятельность Владимира Быкова, его перспективы. Но сейчас я предлагаю поговорить про нашего в Рио губернатора. Он тут вот в Сочи на деловом форуме заявил, что у него будет 7 заместителей, а 11 замов это непозволительная роскошь. Вот как ты считаешь, 4 заместителя это то, что может закрыть брешь в нашем бюджете? Ну вообще, насколько принципиальная разница 7-11 человек? Это не может закрыть брешь в нашем бюджете, безусловно. Я хочу напомнить, что каждый заместитель ещё по совместительству решал какие-то свои вопросы. И это на самом деле так. И поэтому я считаю, что чем меньше бремя чиновников, тем легче городу, области и людям, безусловно. И даже с точки зрения какой-то концентрации власти и ответственности в руках там, ну, несложно судить. Я думаю, что каждый руководитель сам решает, сколько ему нужно замов. И это как раз вопрос отраслевый, потому что если ты, условно говоря, не хочешь разбираться в сельском хозяйстве, то, безусловно, тебе нужен заместитель по сельскому хозяйству. Сколько ты можешь руководить и вникать в эти вопросы? Но это совершенно необязательно и не нужно. Поэтому, наверное, нужно решать, сколько их должно быть в каждом конкретном случае. По мне, да и 7 много. А, кстати, вот я тут недавно вспоминала, сколько было уж оклеено заместителей. Мне кажется, что 2. Думаю, да. По-моему, был первый зам и второй зам. Чудесно справлялись. Может, еще парочка там каких-нибудь в таких же должностях. А тут, смотри, кабинет министров, зам. Отдельно ведь сделали клуб заместителей, команду вот эту, да? Плюс ведь еще министров. То есть, ну вот, это ж, ну, просто. Просто много их было, мне кажется. Ты так сказала про клуб заместителей, как будто такой, знаешь, элитарный клуб по интересам. А, ну, нет, интересы, я думаю, у них были разные, конечно, у всех. Вот, нет, ну, их много было. Прям команда такая была, вот прям на поле выводила. Ну, практически футбольная. А вот насчет заместителей Васильева, которых он пригласил сюда работать. Кто-то приехал из Краснодара, кто-то приехал из Москвы. То есть, это федеральные либо региональные чиновники из других регионов. Вот, как ты считаешь, чем он их сюда заманил? То есть, чем нужно мотивировать человека, чтобы он оставил какой-либо пост в Москве и переехал в Киров разгребать здесь все? Я думаю, что перспективы какой-то дальнейшей, наверное, карьерные, возможно, их мотивируют не только Васильев, но и те, кто приглашал сюда Васильева. Потому что, да, конечно, тут ничего уж такого сильно сладкого-то нет. Ну, и надо понимать, что не сильно высокого ранга и чиновники к нам приехали. У них тоже прям такие должности не было. Просто, например, если представить, что я живу в Краснодаре, и я являюсь руководителем Росрегистра, там тепло, море, ну, я сейчас не буду все это перечислять. То есть, у меня семья, мне же нужно зачем-то сорваться с насиженного места, переехать в Киров, где я ничего и никого не знаю. И не просто переехать в Киров, а переехать в Киров на хозяйство. Это же две большие разницы. Деньги и перспективы, это мое мнение, но, возможно, есть что-то другое. И вот это, как раз, история, когда лучше спросить у них. Ну, вот это к ним вопрос. А может быть... У нас могут быть очень разные у всех внутренние какие-то мотивации. И мотивируем мы, скажем так, людей мотивируют разные вещи. А ты не считаешь, что им тоже там партия сказала надо? Конечно, считаю. Возможно, сказала надо. Но она тоже не может просто так сказать. Она должна чем-то наградить, чем-то поманить. Ну, а как? Ну, сказать, приезжай, послужи Родине. Сказать, да. Но нужно подкреплять делами. Нужно подкреплять делами. Я так и понимаю. Хорошо, Лен. А ты уже успела познакомиться с самим Врио, с его новыми замами из других регионов? Ну, скажем так, не близко. Вот, да, там пара интервью каких-то была. Там есть пара харизматичных очень лиц, я тебе могу сказать, что там есть с кем разговаривать. Но всех я пока не знаю. Они как-то не очень охотно пока что. Ну, это объяснимо. Люди знакомятся с делами, люди знакомятся с обстановкой, люди знакомятся с ситуацией. И, в общем, наверное, пока каких-то заявлений... Просто так с прессой встречаться не принято, да? Ну, давайте познакомимся. Встречаться нужно с какими-то интервью, с какими-то заявлениями, с какими-то декларациями. Пока этого не происходит. Это неплохо. Я могу сказать, что это неплохо. По моему опыту. А как Васильев общается с прессой? Насколько охотно или, наоборот, неохотно? Ну, он старается контролировать процессы. Ладно, хорошо. Не ответила? Ну, в принципе, я поняла, о чем ты говоришь. Надеюсь, что он слушатель это уже. Он не отвечает на все вопросы. Он не отвечает на любые вопросы. Но при этом он, когда начинает отвечать, он достаточно открыт и производит впечатление искреннего человека, который, в принципе... Ну, то есть, если он уже начал говорить, то он говорит. А так он может уйти от вопроса. Но это свойственно всем руководителям. Ну, это, наверное, большое искусство всех чиновников и всех высоких руководителей. И в этом, наверное, ничего такого нет. Грамотно уходить от вопросов — это большое искусство. Не все это умеют делать. Да. Нужно просто пытаться снова и снова задавать эти вопросы, если они действительно интересуют. А если нет, ничего страшного. Поедешь ли ты завтра на первое заседание УЗА? Да, я поеду завтра. Тебе интересно? Ты предвкушаешь? Предвкушать я ничего, конечно, не предвкушаю. Хотя завтра будут делить портфели, которые в основном уже поделены. Вообще, конечно, здесь сюрпризов, к сожалению, осталось очень мало. Это связано с квалификационным большинством «Единой России», которая принимает на сегодняшний день любые решения тем составом, которые они есть. Другой вопрос, что «Единая Россия», которая, кстати сказать, показала на этих выборах редкую сплоченность по сравнению с оппозиционными партиями, которые, вообще, я, конечно, честно говоря, в шоке, я посчитала, сколько не поленилось, сколько голосов забрали непарламентские партии. Во всех кругах они забрали порядка 10% голосов. Угадай, у кого. Вот точно не у «Единой России». У справоросов? У любых оппозиционных парламентских партий. И у справоросов они забрали, и у... Ну, в основном, да. И у коммунистов они забрали, и у ДПР они забрали что-то. Ну, вот. Да, то есть это совершенно очевидно, кому это выгодно. Поэтому вот люди, которые идут голосовать за партию «Зеленых» или партию «Родина», они мне не очень понятно, честно говоря, зачем они это делают. Так, хорошо. Ну, все-таки какие-то сюрпризы остались, да, на завтрашнем заседании ОЗС? Какие? А, ты знаешь, сюрпризы, наверное, там особых вот не будет, да, будет интересно, как поделят кресло. Это правда интересно. Да, я не договорила мысли, что «Единая Россия» тоже разная. То есть вот на сегодняшний день все больше людей понимают, что, условно говоря, не под флагами партии власти, они ничего не сделают. Вот. И когда там говорят, что вот там кто-то перебежал из какой-то партии, значит, там и клеймят очень часто с праворосов и коммунистов, то при этом никто не говорит про тех, кто перебежал в «Единую Россию». Перебежали они совершенно осознанно, наверное, и правильно в чем-то, да. И там сейчас очень много разных людей, разных интересов, разных убеждений в том числе. И, ну, вполне возможно, что внутри себя вот эта фракция не будет такой уж единой, когда речь пойдет о каких-то там, ну, может быть, спорных вопросах. То есть вот здесь могут быть сюрпризы, потому что до этого все по партийному голосовали очень, ну, не всегда, кстати, тоже. Но в основном, да, все голосовали так, как решит партия. Ну, было ощущение, что в предыдущем составе УЗС во фракции «Единая Россия» тоже, ну, были какие-то конфликты. Расколы есть всегда, расколы есть всегда, и у них там, им эти расколы вообще грозили проблемами, потому что там у них все время было где-то на грани. Это большинство, здесь у них прям реально большинство, большинство, и на этом фоне можно, наверное, там чего-то принимать. Ну, и ответственные, соответственные, в общем-то, я считаю, что больше. Вот, вот, лично моя печаль, как журналиста, что в новом составе не будет Дмитрия Русских, не будет Валерия Турула. С ними как-то всегда было, ну, в хорошем смысле, повеселее на заседании. Юль, конечно, да, это прямо я с тобой абсолютно солидарна, но давай вспомним, что ни Турула, ни Дима Русских, они не стали такими в одночасье. Ну, вырастут новые. Посмотрим, у меня. Там хороший состав, вот, прям реально хороший состав, он интереснее, чем, вот, именно в массе своей усреднённой, он интереснее, чем предыдущий, на мой взгляд. А что ты имеешь в виду, называя хорошим составом? Там много таких достаточно харизматичных, self-made людей, которые реально сделали себя сами, предпринимателя Юль, это ещё и характер. То есть это вот любой денежный мешок, ну, не любой, ну, многие, да, это в первую очередь не деньги. Вот ты его завтра раздень да гола, он снова заработает. В этом его суть, в этом его сила, в этом его красота. То есть это люди, которые там имеют за плечами опыт и характер, поэтому я рада, что там так много предпринимателей, причём успешных. А как ты считаешь, получится ли у нашего нового в Рио с ними договариваться? Я не знаю, какие будут применены методы. Мы пока не знаем. Надо посмотреть. В каких-то вещах вообще договариваться очень легко, например. А в каких-то... Вообще практика показывает, что сотрудничество, оно ведь более эффективно, чем война и все-все вот эти оппозиционные протесты. Ну, в итоге. Поэтому рано или поздно умные люди понимают, что надо договариваться. О чём они будут договариваться? Надо смотреть. Ну, хорошо, ладно, договариваться. А как насчёт... Что ты имеешь в виду управлять? Вот мне вот эти управляшки у Никиты очень не нравились. Вот принимаем вот такое решение. Оно иногда даже было, в общем, в моём понимании, какое-то достаточно позитивное. Но вот это вот какое-то лоббирование бесконечное. Мне кажется, что проще обсудить, дать людям выпустить пары и как-то их переубедить. Это говорит только о том, вот такое давление говорит только о том, что в правительстве не было хороших переговорщиков, которые бы вот реально убедили, понимаешь? Ну и плюс, может быть, там есть какие-то дополнительные меры. А ты думаешь, что сейчас не будет такого давления, не будет истории о том, что вот я считаю, что нужно принять такое решение, будьте так любезны, товарищи депутаты? Нет, оно может быть в любом раскладе такое. И что? Товарищи депутаты могут принять это, могут не принять это. Ну, сегодня у нас кто порекомендовал, чтобы у нас... Кто рекомендовал на должность спикера человека? Вот я не знаю, кто рекомендовал на должность спикера. Вот надо из этого исходить. Ты знаешь? Да. Так. Ну, это все знают, это есть в открытом доступе. Ну, хорошо, кто рекомендовал на должность спикера? Ну, по, скажем так, по мнению СМИ или там по сообщениям СМИ, Игорь Васильев рекомендовал на должность спикера Владимира Васильевича. Да. Может быть, там речь и шла о «Единой России», но, возможно, Васильев именно поддержал, да? То есть там вполне допускает такой вариант. На самом деле даже спикер здесь вот такого прямо вот тотального, тотальной роли играть не может. Я бы сейчас лучше присматривалась к регламенту. Что они будут делать с регламентом? То есть у Быкова есть великолепный длительный опыт работы в подобном же органе власти, только там классом ниже, да, условно говоря, это городская дума. И он отлично знает, что есть вещи, которые решаются легко регламентом. И кто и не заметит, как оказывается, можно обсудить это членами комитета и принять это решение, там, и не вдаваться в подробности и так далее, и так далее, там, или там для положительного решения достаточно столько-то глазов. Ну вот мне кажется, что здесь все равно какие-то моменты вот эти будут присматриваться. То есть завтра ты будешь слушать в первую очередь этот вопрос? Нет, завтра не будет этого вопроса. Я думаю, что его завтра не будет. Я видела повестку, по-моему, там было что-то про регламент. Ну, я думаю, что, скорее всего, создадут какую-то специальную комиссию по регламенту. А, там было, знаешь что, что больше комитета по этике и регламенту не будет, а будет вместо него постоянно действующая комиссия. А, да-да-да. Ну, то есть она будет все время что-то работать, все время что-то делать, и где-то за ней не уследят. На этом, к сожалению, нам нужно закончить. Хотя там были два таких хороших вопроса, я видела, таких веселых, радостных. Нет, да? Ты сейчас про понижение цен на лодку? Да. Лен, мы, к сожалению, не успеваем. То есть у нас сегодня без хороших новостей. Это было особое мнение Елены Шмулевича, главного редактора информационно-аналитических программ канала Ренкиров. Спасибо. Спасибо, всего хорошего. Всего доброго, до свидания.